друзья всем привет только что закончил кардио делал мощное кардио сегодня достаточно интенсивное как вы знаете я создал свой канал на ю тубе совсем недавно решил сейчас снять для вас вступительное видео так сказать представиться немного рассказать о своем прошлом чем я занимался раньше чем я занимаюсь сейчас и какие у меня планы цели что я хочу вам показать также хочу рассказать небольшую предысторию почему я решил создать этот канал именно сейчас то есть у меня были планы его создать на протяжении уже полугода где-то да но я все как-то откладывал думал сначала сделать может быть форму получше и потом начать снимать вот но сейчас решил уже ладно чего ждать зачем чего-то ждать просто начинаешь снимать сразу да и все в процессе показываешь раньше был подписан на группу бородачей вконтакте да вот после того как они сняли видео про генетику мне показалось это интересным я написал сергею головенко в общем вопрос задал по поводу генетики да мы немного пообщались но показался вполне адекватный человек в принципе да я подписался на группу вконтакте мы стали общаться со многими ребятами в комментариях вот потом сергей создал беседу вконтакте и мы продолжили как бы общение с ребятами в этой беседе собственно вот общались нормально да в принципе все было хорошо до какого-то момента пока пока сергей головенко не узнал что я стал употреблять так сказать фарш да то что я перешел на темную сторону иными словами постараюсь ребята кстати на этом канале я смогу вам рассказать немного фарши да где достать и так далее как употреблять в общем я не пропагандирую да ну просто могу показать вам то что делаю я вот я никакой не доктор не профессионал не тренер не специалист тем более да просто буду показывать свой опыт да так сказать как она со мной происходит что я думаю то есть у нас я живу в лондоне да наши способы немного отличаются от других вот возможно вам будет интересно не суть в общем возвращаемся к теме до сергей он узнал что я на фарши да немного начал бомбить в общем и переписывались и я как бы я решил немного пошутить на эту тему да то есть я сказал что все что меньше грамма да это считается натурал просто мне говорит вот и типа ты химик да все груда бля ну серёга ну какой химик да я натурал но чего ты там 250 неделю но это смешно правда вот серёга он просто воспринял это серьезно до жутко полыхнул говорит такой не нет и чё ну в общем мы стали с ним сраться да немного переписываться вот я как бы шутил но он всерьез воспринял он создал пост об этом да он типа соскринил наш разговор да создал об этом пост типа говорит ну так и так знаешь ну и какой-то чувак там про пост этот пишет да внизу там такую шутку да типа пошутил не очень смешную на мой взгляд вот и я сказал об этом сергею да говорю слушай сергей типа шутка не смешная да чё ты типа смеешься и на что сергей мне говорит типа она не смешная да потому что типа это про тебя пост да потому что а тебе прикольно да ну на что я сказал ему ну ты говорю ты долбоёб значит да если так думаешь потому что он он потом начал я могу я же просто пошутил ну вот про это все про то что типа считаясь натуралом да ну то есть понятно так шутят да в интернете это просто шутка то есть я подумал он нормально воспринято то что но я пошутил потому что если я в открытую как бы заявил да о том что я начал употреблять значит это очевидно да что я уже не занимаюсь натурально да и планирую дальше заниматься так до прогрессирует потому что я хочу выступить в последующем да то есть это не так все просто вот я хочу выступить вот мне 27 лет я надеюсь 30 это сделать посмотрим да как моя генетика вообще по поводу тренировок ну не суть в общем он меня заблокировал вот он меня удалил после этого и все выгнал из беседы естественно я сразу создал свою беседу да мне парни порекомендовали говорят типа мол создавай беседу вот я создал беседу да туда все ребята сразу перешли из беседы бородача все сразу просто там до сих пор теперь сколько уже времени прошло ни одного сообщения там больше нету беседа пустая все gg вот потом я позвал деса да то есть он остался с нами пообщались мы провели стрим потом я добавил дмитрия головинского на мое удивление он остался у нас беседе даже время от времени дает свои комментарии по поводу всего до что мне очень приятно он также пригласил нас на стрим да то есть мы сделали совместный стрим с десом с ребятами из группы вот и дмитрий головинский был ведущий в общем все классно да вот переходим теперь к следующей тогда теме по поводу моего прошлого зачем я занимался в прошлом вот сейчас возвращаемся к моему каналу да в общем это предыстория почему я решил снимать сейчас почему решил не тянуть так сказать с этим вот итак начал я тренироваться в принципе шести лет да то есть я занимался легкой атлетикой занимался плаванием мой отец чемпион по боксу да то есть в литве и он тоже служил как бы военнослужащий бывший то есть он каждое утро он начинал зарядки отжимания да все эти упражнения на дом были как бы гирьки небольшие да тоже он занимался там боксировал он учил мне тоже то есть я с детства уже сразу я начинал просыпался я делал с батей отжимания делал приседания да за что ему большое уважение да то есть за то что он сразу детства начал меня к этому прививать вот потом я принципе как бы сам по себе был достаточно активный я бегом занимался постоянно бегал то есть на улице вот любил любил так сказать эти занятия не любил физкультуру кстати поначалу да но очень любил заниматься вне не школы как бы вне зала да вот эти все занятия в общем в 12 лет я первый раз пошел фитнес-клуб да то есть у нас там тренер короче шарунас тоже выступающий атлет да тоже шарунасу большой респект то что у меня взял заниматься да то есть 12 лет парню как бы как вы сами понимаете очень молодой у меня проверил сразу первый день да дал мне достаточно такую большую мощную нагрузку да посмотрел что буду делать в общем я пять часов занимался я как-то допомнила просто все все упражнения сделал которые только было можно и делал бы дальше короче ко мне шарунас подходит он мне говорит блин сами типа вот сейчас все вот эти упражнения которые делал да что ты думаешь типа ты мышцы накачивал до таким образом ничего ты ну на самом деле ты их сейчас просто уничтожал все это время то есть ничего ты не нарастил как бы знаешь я могу руда окей без проблем ну ты мне сказал я сделал типа как надо вообще он берет но приди домой типа полежи не покушай знаешь полежи восстановись там денек-другой да потом приходи в зал я тебе объясню как надо да ну я так и сделал пришел короче потом зал да все у меня показал как надо тренироваться да все программу мне создал индивидуально потом приходит мама не короче меня забрать в этот день да тренер короче к ней подходит говорит типа извините я на него немного наехал да типа я не хотел знаешь я думал может вообще не придет типа ну говорю слишком молодой да просто проверял знаешь его это не его мамка ему говорит вообще ты типа о чем да чё такое знаешь он говорит типа а а я думал типа он 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 пожаловался сказал типа что где был немного с ним жесткий говорит извините дальше думал может не придет вам будет ничего не знаю вообще ничего не говорил типа нравится тренироваться все короче знаешь после этого я тренируюсь там еще его сын тоже выступающих как бы тоже атлет тренера вообще отличный за отличный фитнес-клуб мой первый шансов да типа я был всем привет передаю вот я там год прозанимался 1 то есть уже чисто как бы можно сказать фитнесом после этого я как бы у меня так уже было то я занимался чем-то то не занимался то есть занимался немного боксом занимался немного тайским боксами чуть-чуть занимался кикбоксом тоже в своей стране и в англии когда уже переехал жить да тоже занимался в ашварде до TKO Academy, то есть вот там вот долго, ну и так далее то есть все это, ну оставшееся время я иногда занимался на турниках на улице да, то есть стритлифтингом иногда занимался, иногда я домой покупал какой-то инвентарь занимался были моменты, ребята, когда я просто жестко бухал, я жестко тусил я полностью терял свою форму, да, мне об этом даже пацаны говорили, типа бля, слушай, Санек, ты так сдулся короче, да, ну вот когда они мне это говорили, я возвращался в форму, да ну какую-никакую, да, типа ну вот, потом если вам будет интересно, я покажу вам фотографию всего прогресса, там, с самого детства как менялась моя форма, да, туда-сюда вот, короче что еще, вот помню такие моменты, да, к питанию я очень жестко стал относиться в 14 лет, то есть в 14 лет я в принципе считаю калории да, очень серьезно к этому отношусь я в свое время я думал, что нужно кушать каждые 2-3 часа то есть для меня это было очень важно я помню свой первый массонабор 15 лет я набрал за 3 месяца, да, за лето я набрал 20 килограмм, я просто как бы жирную очень стал но я носил всегда с собой еду, да, то есть у меня либо еда какая-то была в контейнере либо я творожочек носил с собой все меня творожком называли из-за того, что я творожочек носил, да ну вот или тунца, например ну, в общем, с питанием всегда потом я разобрался уже, что в принципе можно кушать столько раз в день сколько тебе удобно кушать например, 5 раз в день это, конечно, идеально опять же, это для максимального синтеза белка да, но ты не обязан можешь и 3 есть, можешь и 2 в принципе, как тебе будет самому удобно вот ну, тогда я этого не знал в общем и вот так вот то тренировался, то не тренировался то бухал, то не бухал короче, да то тусил, то не тусил и сейчас вот буквально последние так сказать ну, последние 3 года, да я уже ну, достаточно нормально у меня плюс-минус я занимался вот ну, в основном я делал кардио вот сейчас последнее время я чисто я просто бегал каждый день, ну, километров 10, да, так иногда 10-20 там ходил очень много был в жестком дефиците калорий у меня было где-то 7% подкожного жира примерно на постоянке но меня все устраивало это как раз тот момент, когда я Гайловенко, блядь, написал, да по поводу формы все и сейчас вот последний месяц у нас, короче, был коронавирус очень жесткий локдаун в Англии вообще просто жестко у нас были закрыты все залы у нас было все перекрыто, короче, на улице все вот эти, турник, площадки вот это все ребята, вообще жестко мне приходилось то есть я покупал домой весь инвентарь штангу, короче, там, гантели все, что мог сами понимаете, это намного дороже, да когда ты покупаешь, то есть за свои денежки во время коронавируса то есть по интернету, да но я я похуй, я купил я потом продал, когда переезжал потому что я жил немного где-то в 20 километрах от центра Лондона жил сейчас я переехал чисто в центр Лондона вот, у меня есть семья у меня есть дочь вот, мы сейчас переехали сюда все очень хорошо то есть все устаканилось да, вообще работа у меня на дому то есть у меня сейчас у меня нету физического какого-то труда меня ничто вообще не держит ребята то есть я могу чисто заниматься своим вот любимым делом да, меня ничто не будет отвлекать я последний месяц вот сейчас как раз у нас 12-го открыли залы то есть где-то 12-го или извиняюсь или 14-го я уже пошел в зал сразу, да сразу взял тренера как бы начал заниматься вот ну, в принципе я сам имею отличное представление как заниматься потому что по сути общий стаж где-то мой различных тренировок да, это 15 лет то есть вот иногда некоторые из них я когда достигал достаточно хороших силовых показателей достаточно жесткий был прогресс ну, а если брать тренировки уличные домашние, да не хотелось бы их вносить в свой стаж да, так как они не дают какой-то особой особой формы но все-таки это тренировки поэтому я все-таки скажу о них что многие из вас ребята тоже хотят тренироваться дома думают возможно ли это да, возможно да, возможно очень хорошо выглядеть очень атлетично даже тренируясь дома естественно но сейчас у меня уже немного другие амбиции да, поэтому я все-таки решил идти в зал я сдал я сдал анализы на гормоны да, сейчас если поговорить о фарше да, то есть я даже, короче я сходил на как-то называется ультразвук я даже проверил состояние своих яичек, короче да, я проверил какого они размера какое у них состояние вот это все вот до первого своего, так сказать курса да, это вещи которые вы в принципе по-хорошему обязаны сделать да, чтобы у вас было представление о своем здоровье все анализы на все гормоны все это я сдал да, и в принципе короче я выяснил что тест у меня не очень высокий ребята ну вот поэтому я мог я мог сейчас продолжать заниматься в натураху да, какое-то время потому что все равно мышечная память да, то есть я сейчас даже не на пике своей формы да, но в принципе я мог бы ее достичь сначала вернуть свою старую форму да, дойти до пика формы натурального я думаю в течение может быть года да, тренировок таких усиленных года-двух натураху но я решил не ждать то есть тестостерон у меня 11 я не знаю с чем это связано возможно потому что я в тот день я очень хотел его понизить я открыт для ГЗТ то есть я уже думал пойти к врачу да, сдать эти анализы то есть и сразу сделать ГЗТ ну я и так планирую его сделать в будущем то есть я считаю это классная тема да вот проверил то есть в тот день я не поел плохо выспался много бегал много тренировался пошел вечером короче в зал в этот сдал анализы да, в больничку все то есть но у меня еще очень низкий процент жира был я тоже думаю это могло на это повлиять но в общем цифра 11 почему еще такая цифра может быть ну я думаю возможно потому что я достаточно жестко тусил да, вот эти некоторые моменты да, то есть я достаточно жестко тусил я думаю алкоголь тусовки да различные приколы тоже могли на это повлиять ну не суть я поговорил потом с врачом да, то есть насчет этого насчет ГЗТ в принципе мне сказали что я могу это делать без проблем но я передумал я подумал если уже я все равно буду делать ГЗТ в любом случае я к этому готов да вот мне 27 лет то есть я уже думал бы начать его может быть к 30 годам да, к 40 годам не важно я подумал а черт с ним перед тем как я его сделаю я курсану так хорошенечко да, мощно естественно я ребята сдаю анализы да я ну стараюсь следить за здоровьем я не могу сказать что вау типа да все так круто ну нет не круто конечно никому не советую это делать но это мой выбор мое тело мое дело я хочу это делать если это считаю доставляет вам удовольствие у вас есть какие-то цели да вам это нравится почему бы и нет вы можете это делать понимаете итак я начал свой курс с сарма да то есть я начал со старина то есть я не думал сразу что я перейду на инъекции какие-то я хотел возможно этого как-то избежать если бы я сейчас вернулся в прошлое я бы не стал брать никакие сармы да я бы сразу перешел на тест но я перешел на старин поупотреблял его да какое-то время я увидел да результат небольшой есть то есть я взял тест я сразу заказал тест вот я я у меня есть много знакомых да много ребят которые тоже соревнуются я не стал их беспокоить я скажу вам каким методом действовал я то есть я для начала узнал какие ведущие лаборатории да что все используют вот я зашел тоже на форум да я поинтересовался эти лаборатории еще ли они хорошие извиняюсь вот и потом я нашел источник да по-быстрому потом я у друзей перепроверил этот источник да то есть тот источник и те лаборатории которые используют ну в Лондоне короче практически все ребята все атлеты которые есть в Лондоне они это используют вот поэтому я в принципе тоже это взял да я взял тест я взял некоторые вещи чтобы там предотвратить побочки да вот астрадиол пролактин ну пока мне пролактин не нужно с ним все в порядке но возможно на следующих курсах нужно будет и так мой план что я сейчас делаю я употребляю 250 миллиграмм в неделю да то есть я начал сразу с этого вот я до этого еще употреблял астарин 15 миллиграмм в день но я сейчас перестал астарин оставил только тест соло да в общем идет очень хорошо да прогресс сразу пошел появилась какая-то наполненность да то есть стал чувствовать себя естественно намного лучше ну что сейчас я объясню как я буду действовать с ним что я буду делать да то есть я вообще парня за то чтобы соблюдать минимально эффективные дозировки то есть вы используете минимально эффективные дозировки для вас которые дают вам прогресс на тесте соло понимаете и вы их используете до тех пор пока у вас идет прогресс вы никогда не повышаете дозировки только во имя того чтобы повысить дозировки да вы этого не делаете вот ждете когда у вас остановился прогресс допустим вы уперлись в какой-то потолок да там силовые вот тогда вы повышаете немного и так далее также вы используете одно правило да то есть вы повышаете ну вообще один миллиграмм на один стоун вашего тела один фунт вашего тела да как бы это сказать да то есть если вы например весите 80 килограмм то примерно 176 миллиграмм да или 175 вам будет хорошо да то есть вы можете их использовать начать с этого к примеру и так далее вот это для как бы точки отправления мой вес сейчас составляет на данный момент 80 килограмм всего лишь да ну то есть когда я был сухой 7 процентов подкожного жира вообще не тренировался делал только бег я весил 72 килограмма да то есть моей сухой массы вообще не тренируюсь просто делал отжимания и бегая каждый день да вот так вот сейчас я позанимался да то есть я за месяц набрал получается 10 килограмм то есть я 83 сейчас вешу да плюс-минус так где-то 10 килограмм да масса немного стала грязная да но я за масса набор то есть я не для того чтобы сейчас соблюдать какую-то сушку да буду набирать массу но я не буду заплывать жутко то есть я не буду идти выше 20 процентов и а вообще планирую примерно так вот 15 15-18 гулять туда-сюда то есть вот примерно так будут набирать чисто и нечисто так сказать да вот ну что здесь я чувствую себя комфортно у меня хорошо повышается в этом диапазоне силовые у меня много энергии итак дальше насчет дозировок как только прогресс станет я повышу дозы теста соло я буду это повышать до тех пор пока уже не пойдет слишком много побочек от самого теста да когда уже будет слишком много от этого побочек то я соответственно буду уменьшать уже дозировки его до того момента когда их не было еще и добавлять какой-то еще один препарат ну например да это приму вот я его буду использовать он подороже но вы ребята или кто-то вы можете использовать балду вы будете использовать ее то есть такой план все в принципе вот эти два компонента мне хватает я не буду использовать никакие оральные аэс да то есть никогда я не буду больше никогда использовать сармы и так далее возможно возможно что-то буду да из них некоторые мы потом разберем да потому что в принципе у меня все в доступе спортпита я использую все ну по мере необходимости да то есть питание на высоте да тренировки на высоте что угодно я могу я сделаю вам обзоры да на разные вещи то есть со временем постепенно вот и так буду использовать только несколько компонентов и выходить на свои сначала пиковую форму которая у меня есть натурально да я думаю достаточно быстро к ней выйду потом я перейду на возможно когда добавлю новые компоненты я буду повышать дозы до тех пор пока могу то есть я буду определять практическим способом да какой мой максимальный так сказать будет уже химический потолок да если это так можно сказать сколько я могу выдержать до того как будет слишком много побочек потому что вы знаете у всех генетика тоже на АС она очень разная да кто-то так кто-то так кто-то очень чувствительный сверхчувствительный да его хорошо распирает и так же этот человек может использовать громадные дозировки в течение длительного времени и его организм будет это выдерживать не будет давать ему да никаких побочек особых да то есть вот есть такие ребята а есть такие ребята у которых просто ужасная генетика и они ничего не могут с этим сделать они пытаются что-то ставить повысить дозу но у них не получается у них просто побочки идут в общем мы будем определять что у меня как у меня какая категория вообще годен ли для того чтобы выступать со временем как у меня идет силовые да и так далее вот все мы это будем определять и в процессе я буду вам все честно открыто показывать как оно есть вот я возможно даже покажу вам сам процесс если ютуб не будет короче банить за это вот покажу способы как мы это делаем потому что мы делаем это немного по-другому по поводу питания вам возможно расскажу что-то такое чего вы еще не знаете мое отношение к этому по поводу кардио расскажу потому что сразу скажу я отношусь достаточно положительно к этому вот силовые тренировки итак это такой план да что я делаю сейчас что я делаю на данный момент ребята вообще мне нравится всего лишь три тренировочных сплита а именно это фуллбади три раза в неделю если поделить на тренировки А и Б да то есть для небольшой разносторонности либо мне нравится тренироваться вверх-низ да то есть тренировка вверх-низ потом у нас идет отдых потом у нас опять повторяется вверх-низ и два отдыха да между этими днями у нас идет как бы кардио да такое ну не слишком интенсивное вот тоже А и Б у нас получается АА тренировка вверх-низ и потом Б на этой неделе да опять же и мне нравится очень сильно я сейчас это делаю пуш пул лекс что это значит а это значит что тренировки тренируюсь все равно опять же почему именно эти три потому что я за то чтобы тренировать каждую мышечную группу хотя бы два раза в неделю то есть это самый эффективный вариант он самый мощный я считаю что даже если вы ребята тренируетесь на тураху это то что вам нужно да стандартный сплит вы можете с него начать но вы не построите никогда я думаю элитную свою форму да прямо мощную вы не сможете достичь если у вас конечно вы какой-то уникум у вас прет с одной тренировки в неделю да то конечно да вы можете это делать вы делаете и вы будете монстр но таким людям как я да у которых не такая крутая генетика приходится как-то ухищряться искать какие-то способы и нам все-таки лучше тренироваться чаще и объемнее так тренировочный сплит push pull legs возможно вы слышали возможно нет это в понедельник у нас идет грудь дельты и трицепс вторник это спина задняя дельта бицепс среда это ноги и четверг у нас опять все повторяется четверг то есть это грудь дельты трицепс пятница это спина задняя дельта бицепс суббота это ноги и у нас как бы получается один день отдыха вот в воскресенье но мы из него делаем просто кардио вот мы в этот день делаем кардио в остальные дни у нас такое легкое кардио вот типа как сейчас я иду с вами разговариваю да в виде прогулки легкой я перестал бегать я больше не бегаю каждый день да потому что сейчас все таки в приоритете именно максимальный набор мышечной массы силовых да я не боюсь немного набрать жира ребята это без проблем я считаю что я все таки мастер сушки я всегда смогу привести себя в порядок когда это будет нужно вот итак этот сплит его можно делать так же с паузами да типа между днями сделал раз два три сделал тренировки потом отдых если вы занимаетесь натурально я опять его повторил потом опять отдых и вот так вы чередуете да вот но я делаю сразу то есть без отдыха с таким циклом итак насчет кардио я считаю нужно делать как минимум 160 минут в неделю да вы можете хотя бы пройтись что угодно да сначала можете ходить медленно потом можете ходить быстрее да то есть вы найдете свой путь ну вот как-то так я думаю на этом в принципе можно заканчивать свой первый вступительный видеоролик кстати насчет формата да я буду его понемногу улучшать ребята да я буду над этим работать но первое время я буду вот так наверное снимать себя на телефон да на фронтальную камеру или на заднюю камеру она получше вот если вам зайдет да если вы захотите больше 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 я приобрету камеру помощнее да я могу купить любую аппаратуру в принципе вот снимать ролики и как-то их монтировать чтобы вам было интересно но пока так вот в таком стиле так сказать типа тренировочный видео дневник снимаю в любом случае для отслеживания прогрессии нагрузок да формы и так далее так всем спасибо подписывайтесь я не знаю жмите на колокольчик да я внизу оставлю тоже ссылочку на свой вконтакте добавляйтесь в друзья я дам вам доступ к беседе присоединяйтесь к беседе будем общаться ну все всем пока пока